всем привет с наступающим всех сегодня 31 декабря я стою на платном паркинге возле на горьковском шоссе скажем так сейчас планирую перекусить и поехать в москву интересно мне посмотреть как минимум три-четыре объекта не знаю успею ли это сделать эти объекты это москва сити останкинская телебашня кремль и университет мгу и что-нибудь еще это может быть захвачу но пока что это самое пока что у меня интересные объекты поэтому буду стремиться попасть самих так как уже девять часов утра да я где-то 30 километров от центра москвы есть должен доехать быстро до метро и вообще очень близко тут сейчас на автобусе ближайшем подъеду и пойду посмотрю на москву выпала так уже удача мне что я стал очень близко к москве и сегодня праздничный день сегодня там должна быть какая-то особенная движуха магическая волшебный день москве будет поэтому даже самому интересно что там вот как там будет и так далее может скидочки какие-нибудь будет может что-нибудь и подарочек прям как настоящий мужчина 31 часа 6 часов вечера такие вот у меня планы посмотрим что получится из этого вот стою на паркинге вдалеке за этой горой там бургер кинг какие-то магазинчики туда даже не сходил а это горьковская шоссе и сейчас я пойду это авторазборка тут стройплощадка строительная база а дальше за ней авторазборка грузовая разборка горьковская шоссе одинки 27 а вот такой вот металлоконструкцию сделали будет люто вот нам надо до международной небольшой квест получился получается нам не это надо это до кунцевской в этом же направлении у нас получился небольшой квест в том плане что милиция полиция точнее их не знала как доехать до станции международной при этом здесь была пересадка ну киевская вот эта вот установка метро и они полицейские не знали другие не знали и в итоге только третьи полицейские и причем они договорятся кичатся тем что меня на метро не едут я не знаю вот мы на выставочной и вот такая вот красотища прям чикаго сейчас пойдем поближе попробуем попасть куда-нибудь такая вот красотища морщинки стоят там марс стоит он чуть повыше крутой вот самое красивое это вот это вот с таким вот оранжевым остеклением заня но интересно сделано сейчас поищем смотровую площадочку вот это в тумане вообще пятиэтажке состояние у них все нормально сейчас ищем проход вот этим вот зданием другом забора невозможно подойти но я надеюсь подойдем настроение хорошее сегодня 31 декабря вот пробрались мы в логово небоскребов пойдем сейчас поднимемся на башню которая у меня за спиной это башня федерация вот такие вот сейчас я в самом эпицентре нахожусь прям на проезжей части вот такие вот шикарные места пойдем башню федерацию на смотровую площадку вот сюда сюда мы попробуем зайти сказали в алфимол тут какие-то экскурсии но мы без экскурсии на смотровую интересно вот это вот здание спиралевидная называется это башню не знаю но вверху я вижу обзорная площадочка есть а тут наверное во всех зданиях обзорная площадка это самая высокая самая такая интересная форма да но спиралевидная самая такая необычная хотя вот два крутейших таких здания но считается самым крутым вот это вот наша федерация но не знаю может не считать сам это сказали здесь сама какая-то обзорная площадка сейчас попробуем войти что тут людей не гусса будем первыми кто войдет вот такой вот необычный фасад альф альфа мула по стеклу наклеены вот такие вот наклейки скажем так полупрозрачная то есть где-то прозрачная где-то непрозрачная и получается такой интересный видончик вот так у входа в тот вход нас не пустили сказали трендуйте в этот вот так вот выглядит дело а звук от вкуса мы на самой высокой смаховой площадке европы как заявлено башня федерация а свиньявили за беретик 1200 рублей через интернет оплатить не получилось так как у меня подтверждение об оплате приходит на белорусскую смс куда на белорусский номер смс к приходит поэтому не получилось мне оплатить в связи с тем что у меня сеть недоступна белорусская я вот получается платил наликом наликом как всегда дороже в календарь я вот этот вот небоскреба спирали видно уже не выглядит так круто тут кстати гардеробчик тепло видимость ограничена к сожалению но красиво тут конечно москва река вон припаркованы какие-то яхточки мяхточки вон строятся домики вот смотровая кремелька вот такое вот приложение можно скачать в общем то суть его банально подносишь камеру к такой вот картинке каком изображении и получается у тебя вырастает вот это вот здание в экране и выдается полностью вся информация про это здание но не всяк естественно полностью а супер сокращенно то есть вот постройки прочее 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 и как бы ну можно каждое здание подойти как бы так посмотреть вон я смотрю я немножко при монтаже ошибся тут две подряд башни федерации было ладно короче ошибся что-то изучал эти предложения вот такие вот они достаточно интересные но достаточно простенькие так можно подойти получить кратко кратенькую сводочку про каждое здание и вот сейчас мы можем посмотреть как она выглядит если приближать камеру к самому объекту и если приближаешь и у тебя выпадает из камеры вот это изображение этого значка да которая прикрепляется каждому зданию то получается картинка у тебя пропадает вот можно крутить это здание просто пальцем крутишь рассмотришь можно вокруг ходить смотреть что это высветилось у нас качество конечно видео по моему не очень как бы смысл понятен то есть возле каждого здания ты можешь подойти вот так вот посмотреть на него подойти к пиктограммке и вот оно вырастает у тебя перед экран на экране твоего смартфона можно крутить посмотреть информацию но информация скажем так самая такая основная только там количество этажов зачем-то количество лифтов указано зачем здесь столько лифтов непонятно ну аварийный там я думаю 3 4 5 а тут сколько 30 чем-то лифтов зачем ужас ну как бы и нажимая подробнее выскакивает вот информация здания и везде она одинаковая то есть все можно посмотреть что тут написано башня евразия вот это евразия вот такая вот получилась у меня запись всех этих объектов ну давайте посмотрим куда еще подойду что еще у нас вырастет от выросла какая-то тоже башня у меня на программика на которой монтирую башни империя как бы при предварительном просмотре все пикселизируется и поэтому особенно я тут прочитать ничего не могу могу какие-то крупные шрифты посмотреть а так подробно не получается у меня рассмотреть сейчас при озвучке данного ролика вот здания вот эти здания с вот это вот восемьдесят девятого этажа выглядят как будто на уровне земли то есть видна их чисто проекция больше ничего не видно ну можно так вот приблизиться посмотреть как ну приложение от себя сфоткал снял успел каком-то зеркале вот так вот игра из экрана пиктограммка это пропало изображение на код это здание и все пропало сразу зданиями можно покрутить повращать его вот такие вот их каждое здание присутствует в таком вот виде но ничего интересно вот это тоже интересно такое здание из таких вот прямоугольников параллелепипедов прямоугольных вот так вот один на другом стоит как будто просто поставили по таком хаотичном не очень аккуратно расставили прямоугольнички оп оп можно рукой так повозить вот я хожу хожу каждый пиктограммки подхожу что-то вырастает у меня интересно а вот тут поймал мой телефон глюк как бы кверх ногами немножко как этот устройство гироскоп как он называется который в телефоне отвечает за положение телефона в пространстве вот он немножко глюк она поймал поэтому выдал такое строение здесь у нас тоже что-то какие-то здания небольшие вот продолжать видим еще какая-то башняка ну конечно эти все башняки проигрывают вот это вот какая-то возвышается и хреново я вижу ее конец ну да прикольно а вон там стали старая москва москва как Гарнише кашни лить очуметь очуметь мяч мяч Ну и сейчас мы пройдёмся вокруг всей площадочки. Вот тут делается мороженое. Всё, палочки у меня тоже не хватает. Под нами тоже какой-то небоскрёб, высоточка, но... Где-то вот возле реки есть площадка, на которой приземляются вертолёты. Сейчас мы её поищем тоже. Да, но очумень, конечно, высота. Высота очуменная. К сожалению, за бабки всё вот это вот. Но сейчас видимость хреновая. Но выходной нам выпал сегодня, поэтому нам выбирать не приходится. Вот такая вот атмосфера. Снимаю с отрывочки. У меня сколько здесь интересно бесконечно. Время можно проводить. Поверить не могу, что я за это отдал 1200. Время ещеновое. Баля, муха. Ну дорого, конечно. 12 евро. Такие 12, 14 евро. Бред. По второму кругу пошли, позвонил мне Юра и прервалась Посмотрим по этому приложению, что тут за эти башни Впереди лесок какой-то, в общем здесь ничего интересного нет, вон дымят какие-то предприятия Или парят, или дымят неизвестно, новостроечки невысокие, точнее высокие, но с этой высоты кажутся митиками Пойдем дальше, завершим наш круг по башне конфедерации Да, это если представить сколько здесь людей, то этот этаж зарабатывает в день Около, я думаю, тысяч, около полумиллиона в день Неплохой бизнес, да? Неплохой, однако, бизнес 1200 человека Людей здесь немерено Какие-то сувенирные продукции Вот такие вот вещи продаются интересные Это фото на каком-то камне Получается, плита полируется Здесь наносится фото Да Симпатично, симпатично Масков, масков Кребы И поскребы Хилари Коу Ой Что это? Это фото занимательное Детское время Ой Как это построено Да ладно Крючки Масков Тепарики Самоков нету нигде Скоро будет недешево Так, вон какие-то интересные Пешеходные переходики Да Ну, высота Высота нормальная Но не такая Чтобы прямо Ох и ах Кстати, вот я как раз Уже почти сделал круг Там, кстати, термосы продаются Надо зайти посмотреть Сколько они стоят Да, шикарно Шикарно Вот это шикарное здание Которое мне нравится Оно выглядит Реально самое круто Как колхозник сказал сейчас Офигенно 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 Не фокусируется Отчуметь Тут еще стройка ведется Вот такие вот развязки Сейчас мы посмотрим Что тут у нас продается Кроме Путина На кружках Путин, Путин Термо Вот такая вот хрень Можно, в принципе, и рассмотреть Хотя это не термо Это просто Такая хрень у меня есть Это уже термос Тяжеленький Тяжеленький Термос Такое ощущение, что с него уже кто-то Офигенно Путупил О, монопод Монопод То, что мне надо Цена Тысяча рублей Блин, ну не знаю Дорого мне кажется А вот опять Камни выстрелены Такие вот Прикольные Эти точки Раскошно Кружки Вот по принту Прикольно-прикольно Но я бы не стал Так вот это выглядит На куске мрамора Семьсот пятьдесят рублей Десять баксов Десять баксов Эх, не знаю Блин, десять селлажей Везде одно и то же продают Зачем десять селлажей надо О, а здесь мы может что-нибудь возьмем такое Тристо рублей Четыре бакса Ехтого мать Не дешево Однако Раскошно 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 Нет, нет еще А там есть Есть Я чуть не поняла А где девчонки Теперь Ужали Вот и все Вокруг всей федерации мы прошли. Все посмотрели вроде бы. Прикольно, прикольно, но это, конечно, красивое здание. По сравнению с тупым и в связи с интересным овалом. Вот это вот что-то, транснефть, написано, если тут увеличить. Транснефть какая-то, один будет. Но, в принципе, прикольно. Вот у нас план эвакуации, кто куда бежит. Сейчас взять фоточку. Возьмите. Спасибо большое. Вот у меня тут. Называется деревня в городе. Самое смешное, что вот это здание, да, оно достаточно высокое. Но при этом выглядит, как будто это земля. Я смотрю, там сцена какая-то, вон требучки, типа. Да. Наверно, уже скоро пора мне идти, потому что время и детское надо как-то отправляться нам куда-то. Это, между прочим, тоже небоскреб. Только он такой маленький, по сравнению с той стороны, на которой я нахожусь. Я даже не вижу, вот он идет, его ребро. Он уходит вниз и не видно, где оно заканчивается. Вот эти уже небоскребы. Башня Евразия, по-моему. Что-то не нашел башню, которая как кубик такая, ну, как несколько. Ну, вон она, вон, что я о чем говорю. Вот. Это башня-ка. А это кадры неудачной фотосессии с поляком. Надо было снять рюкзак, я бы стоял бы хотя бы ровно, так как, не знаю, как шрек какой-то получился. Но, нормально. Вот, находимся сейчас на МГУ имени Ломоносова. Я тоже, между прочим, учился в МГУ, но не имени Ломоносова. Было дело, значит, смотровая площадка, там где снимали ролики вот эти вот. Давидичи и другие блогеры, автоблогеры. Любимое место их. Но сейчас, я не знаю, где они снимали, либо дальше там, либо они снимали где-то вот здесь. Ну, здесь вот в виде этих самых гаечек выложили такие вот ограждения, чтоб машины не дрифтили, походу. Вот. Ну, и как бы обошел его. Пришлось очень много большого расстояния пройти, чтоб прийти сюда. Ну, вот, как бы не сильно жалею. Все красиво. Но, честно говоря, вокруг пустота. Никого нету, ничего нету. Праздник где-то в другом месте. Надо искать праздник. Включили подсветку. Я только что 20 минут накручивал круг, а может быть и 30. Пошел на станцию метро Воробьевы горы. Однако, там нету пешеходных тропинок вот этих вот тротуаров. Там чисто дорога через мост. И поэтому я посмотрел по гугл-картам, что я шел, я не туда. И сейчас пришел обратно в станцию метро университет. И уже не поеду я ни на какое ВДНХ. Поеду сразу на партизанскую. На партизанской зайду в магаз, куплю себе праздничной еды какой-нибудь. Ну праздник, я думаю, скорее всего, в Бургер Кинге встречу. Новый год. Так, куплю себе еды тоже вкусные. Чтобы не только бургер есть, а еще и лимонадик выпить. Чтобы какое-то новогоднее настроение у меня все-таки присутствовало. Так что вот такие у меня планы. Хотелось сходить на ВДНХ, на парк этот зарядил. Мне друг Демидов рекомендовал. Да тут парк Мезенцев Сергеев реформировал его. Я такой думаю, надо сходить, но... Идет дождь, мерзкий. Не дождь, а такой снег или дождь. И непонятно, что такое. Погода мерзкая, прохладно, как-то влажно больше. А поэтому я решил, что мыло нас. Пойду в драчок свой, встречу на Новый год. Тихо, мирно, спокойно, в тепле, в уюте. Может там еще какие-то лимончики что-нибудь замутся. Красивое освещение сделали. Такая вот арка разгородила немножко. Все в золоте. Скоро подойду уже к метро и увидим. Бургер Кинг. Макбургер. Сейчас у нас время... Время ему выпас... А, да, вот я 33 минуты. Пойду закажу себе бургер новогодний. И отметим это дело. Бургер Кинг. Макбургер. Хотя на гугл-карте написано Бургер Кинг. Вот она моя праздничная. Белоснежная, но грязная. Брязочка 2018 года. Уходящего. Скоро истанет кодик. Так, сейчас мы пойдем отмечать. Опа. Итак, новогодняя ночь. Время сейчас... 23.52. Праздновать я буду следующим образом. Вот мой новогодний стол, который состоит из одного стаканчика Кока-Колы. Но, в принципе, мы там добавим, в холодильнике лежит. Какого-то бургера непонятного. Из Макбургера. Хотя, в гугл-картах это место обозначено как Бургер Кинг. Я надеялся, что это будет Бургер Кинг. Но, что Макдональд, что Бургер Кинг, что Макбургер. Одна, короче, контора, мягко говоря. Одна тема. Ну, мандаринки это так. Для вида здесь лежат. Они со вчерашнего дня здесь лежат. Мандаринки, апельсинки. Как бы я их не хочу. В принципе, я сытый. Через 7 минут будет Новый Год. Начнем всех обзванивать. Поздравлять с наступившим Новым Годом. Звонков предстоит сделать немало. Даже не знаю, как сделать. Либо сначала мне в первую же минуту Нового Года начать уплетать вот этот вот бургер, который остывает с каждой минуты, пока я ожидаю этого Нового Года. Либо мне просто сначала позвонить всем, подождать, пока он окончательно остынет, и потом его холодному плести. Так как подогреть, я не знаю его в чем можно будет. Звонков я запланировал прилично. Надеюсь, мне тоже кто-нибудь свякнет, поздравит. Хотя хрен там плавал. Обычно я поздравляю всех. Но ничего. Навел небольшой порядок здесь. Ну... Небольшой. Лишь бы так, чисто праздник соблюсти. Но у меня настроение хорошее. Обычный Новый Год. Но не первый раз я его встречаю на работе, повторюсь. И поэтому... Ну, Новый Год и Новый Год. Ничего особенного. Жалко, конечно, что он не... Как бы не с женой, а в одиночестве как бы, да. Но и ничего страшного, скажем так. Переживем. Тем более, что я уже немножко устал. Осталось еще подождать несколько минут. А именно пять минут. И мы будем... Что будем? Мы один раз укусим его. Пожуем. Ощутим вкус праздника. Кто-то... Вот я покупал пельмени. Мандаринки, апельсинки, фанту. Еще какую-то ерунду. Хлеб. Там что-то... Ветчину. И... Покупаю. И говорю продавщице. Вот это будет мой новогодний стол. Она так на меня посмотрела. Боже мой. Типа... Что за... Чудило какой-то. Ну, вот так вот. Хотя... Новогодний стол мой украсился еще и... Каким-то бургером. Но... Скажем так. Мне новогодний стол этот в принципе и не нужен. Я уже наелся. Они уже сытые. Чисто так. Подкинуть... Дров в топку. Но... Конечно, это скотство. Слово паразит у меня скотство подцепил у Алекса Брежнева. Это он подсаживает меня на всякие словечки. Это, конечно, не очень приятный Новый год. Но, тем не менее, я не уставший. То есть, я сегодня неплохо провел день. Побывал там на этих самых в Москве. Я первый раз, можно сказать, погулял. Не проездом, а уже целенаправленно посмотрел. Ну, ничем не впечатлился особо. Не знаю, что говорить сейчас. Но будем продолжать. Шоу Антона Петрова, да? Как шоу Трумана. Тут как, реально, встречают новогоднюю ночь. Точнее, Новый год. В свою новогоднюю ночь, естественно, дальнобойщик, да? Я думал, какой-то трешак тут будет. Может, напьются люди там. Я не знаю. Шашлыки будут делать, скинуться там. Хоть на что-то посмотреть. Как-то тусануть. Но никого, ни души. Все нормальные люди свинтили куда-то, где-то тусуются, где-то празднуют. Ну, в принципе, есть там несколько человек зашторенных сидят. Но мне неинтересно там. Старички от них. Надо гнать сон. Надо потерпеть еще три минутки. И мы встретим Новый год. Кстати, давайте включим радио. Должно что-нибудь по радио интересное. Это не радио. Это Гаран Бригович. Югославский композитор. Сейчас загрузится. Фильм «Аризонская мечта» в этом фильме. На радио. Или оставить света. Две минутки. Ладно, давайте радио включим. Дорог. Самые теплые слова. Поблагодарим родителей. Нежно и крепко обнимем детей. Раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием. Искренне желаю вам радости и благополучия. О нашей родине, нашей любимой России успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником. С новым 2019 годом. А, белорусский Аня не наступил. Сейчас по Лукашенко обратил. О, Новый год! На отдохобразе Новый год. Уху! Немножко не так его надо есть, эти бургеры. Но у меня одна рука занята, поэтому... Вкусно! Ага, надо еще вкусно. Давай, Лессон. Россия, священная ночь, держава Россия, люди Как это аморально, весь под гимн Сейчас надо звонить жене, поздравлять вам Ладно, превращаем это сходство С Новым Годом!